Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я фитнес-тренер, и сегодня я хочу с вами поделиться одним маленьким, но очень полезным секретом. Как перестать мерзнуть на улице в холодную погоду? Потому что обычно, когда наступает зима, когда на улице становится холодно, вот эти первые какие-то морозы, заморозки, похолодания воспринимаются очень болезненно. Вы ходите на улицу, вам так холодно, у вас обмораживается лицо, руки, ну в общем очень страшно. Ну когда приходит весна, конечно же, вы удивляетесь, что те похолодания, которые вы в конце осени, в начале зимы воспринимали очень так болезненно, вы переносите их очень легко, и вам становится очень, так, достаточно комфортно. Что же делать? Значит, я заметил одну небольшую особенность, которая помогла мне преодолеть вот этот вот дискомфорт. Хотя, в принципе, он меня не особо-то пугал и раньше, но все-таки, согласитесь, приятно, когда вы выходите на улицу, вот сейчас, например, минус 20, и я иду, мне нормально, то есть у меня не обмораживаются руки, не одубивает нос, не одубивает подбородок, вот смотрите, видите, у меня подбородок, как у Ленина. То есть если у человека выступает подбородок настолько сильно, то он очень быстро мерзнет на морозе, и вот очень сложно что-то сказать, что-то выговорить, когда подбородок задубел. В общем, что же делать? Ответ очень прост. Надо бегать. Надо бегать утром, либо вечером, каждый день. Бегайте. Есть у меня видеоматериалы, где я рассказываю, как нужно правильно бегать. Можете, в принципе, свои какие-то навыки, наработки, соображения к этому применить. В общем, суть в том, что если вы бегаете каждый день минут по 10, 15, либо 20, круглый год, то вы очень легко привыкаете, адаптируетесь ко всем этим похолоданиям, ко всем этим изменениям в температуре, у вас повышается иммунитет, улучшается терморегуляция, и таких проблем больше нет. Поэтому, кто хочет перестать мерзнуть на улице и легко переносить перепады температур, вот нужно делать вот такую вот простую фигню. Вот я, например, в этом году с лета, где-то с начала лета, где-то так, бегаю каждый день, не пропуская. А делать я это начал для того, чтобы повысить личную эффективность, для того, чтобы лучше голова соображала. Вот. И если в прошлом году, к примеру, для меня были морозы минус 20, ну, такие очень неприятные, знаете, потому что я все-таки живу не в Сибири. Вот. И в этом году как-то я переношу минус 20, как в прошлом году. Легче вообще, чем плюс 5, я переношу сейчас минус 20. То есть настолько большое такое вот отличие. Попробуйте. Я надеюсь, вам понравится. На сегодня все. До следующих видеоматериалов.